Почти 100 миллиардов рублей составила контрактная капитализация 15-й международной недели бизнеса. В первые два дня подписано более 30 соглашений и меморандумов на 36 миллиардов рублей. Сегодня еще 25 на 57 миллиардов. Предварительные итоги форума подвели на пленарном заседании. Глава регионального Кабмина Андрей Назаров отметил, что Башкортостан позиционирует себя как эффективный хаб для входа китайских и других азиатских компаний на российский рынок. Однако данная инициатива требует дополнительного обсуждения и проработки. Такой площадкой может стать форум стран-участниц ШОС и БРИКС, который премьер-министр предложил провести в следующий раз в Уфе. Есть, конечно, у нас такие амбиции. И мы бы хотели предложить Уфу для рассмотрения в качестве площадки проведения БРИКС в 2024 году. По ШОС там пока другая ситуация. Да, есть принято решение, где проводить. Но мы вчера тоже обсуждали, что, может быть, и будет опять такое же принято политическое решение объединить эти два мероприятия, ШОС и БРИКС, и провести их в Уфе в 2024 году. Международная неделя бизнеса имеет высокую ценность и для ШОС, отметил представитель делового совета организации Сергей Канавский. На форуме обсудили возможности создания региональных площадок, где реализуется много идей. И вот эта вот идея объединения регионов, приуральского в том числе, нам кажется, можно было бы использовать и с помощью площадок делового совета ШОС. То есть объединить эти усилия. И в Уфе тогда появилась бы еще одна площадка, которая позволяет не какому-то отдельному региону, а нескольким регионам, консорциуму регионов, взаимодействовать и на региональном уровне, и на федеральном уровне, и на межстрановом уровне. Объединить усилия по выходу на внешние рынки поможет реализация комплексного инвестпроекта Евразийский экономический центр. Согласно концепции, семь соседних регионов будут сотрудничать в части реализации проекта по всем цепочкам добавленной стоимости от сырья до сбыта. Ожидаем эффекты от 1,5 до 2,5 триллионов рублей за 5 лет, более 40 тысяч новых рабочих мест, и самое главное, это более 300 миллиардов рублей поступления в федеральный бюджет. Какие-то отрасли. Одна это непосредственно машиностроение, химическая промышленность, агрологистический хаб и транслогистический, сейчас коротко скажу. И, конечно, это туризм, это медицина. В настоящий момент Башкортостан готовит соответствующую заявку в Минэкономразвитие России. Ее планируется подать до 25 декабря.